До сдачи единых государственных экзаменов остались считанные дни. Завершение учебного года, последний школьный звонок. Эти темы не только обсудим сегодня в прямом эфире на телеканале «Вектор». Здравствуйте! Обсудим вместе с нашими уважаемыми гостями. Итак, дорогие телезрители, сегодня вместе с нами в студии Гульсина Садыкова, начальник управления образования города Губкинского. Добрый вечер! Лариса Валерьевна Арбатская, учитель химии школы номер 5. Здравствуйте! Елизавета Горинова, выпускница школы номер 4. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня в ходе прямого эфира путем интерактивного голосования мы попытаемся выяснить, какое среднее образование, по мнению губкинцев, предпочтительнее. Итак, если это учеба в базовом, то есть общеобразовательном классе, звоните к нам в студию по номеру 30255. Если это обучение в профильном классе, звоните к нам в студию по номеру 30258. И если это колледж-лицей, звоните к нам в студию по номеру 30326. Итак, дорогие друзья, голосуйте. Также вы можете задать вопросы по теме образования в нашем городе. Для этого нужно позвонить к нам в студию по номеру 52410, 52450 или 51977. Гульсина Шавкатовна, мы знаем, что совсем недавно состоялась коллегия Департамента образования Ямал-Ненецкого автономного округа в Салихарде, где обсуждались важные вопросы, такие как осознанный выбор подрастающего поколения будущей профессии, создание условия для самоопределения. И, впрочем, были обсуждены, как мы понимаем, новые форматы, новые подходы в профориентационной работе. Скажите, пожалуйста, какие подведены итоги коллегии или какие перспективы и новые подходы уже намечены? Да, действительно, в понедельник состоялась коллегия Департамента образования Ямал-Ненецкого автономного округа, где одним из вопросов стало профессиональное самоопределение учащихся. Но работа в данном направлении ведется, как в Ямал-Ненецком автономном округе, так и в нашем городе. Работа ведется плановая, в системе, проводятся различные мероприятия. Но во время коллегии акцент был сделан именно на сознательный, на осознанный выбор будущего профиля обучения и в дальнейшем, ну и, конечно же, выбора будущей профессии. Поэтому главным условием в этом стало создание условий или же использование имеющихся ресурсов на базе муниципальных образований и на базе образовательных организаций. Решением нашей коллегии стало подписание соглашения о намерениях взаимодействия по профессиональному обучению, по профориентационной работе между департаментом образования Малунинско-автономного округа, профессиональными образовательными учреждениями и управлениями образования городов и муниципальных образований нашего города. Ну и, конечно же, акцент был сделан на проведении мероприятий для осознанного выбора, больше мероприятий практикоориентированных для того, чтобы дети уже во время пробных, профориентационных мероприятий они прочувствовались и чтобы уже по итогу девятого класса выбрали профиль обучения. Ну, мы планируем совместно провести несколько мероприятий, просто сейчас обозначу о особенности, наверное, мы расскажем нашим школьникам в ходе проведения мероприятий. Это такие мероприятия, как матрица профессиональных проб и форсайт-лаборатории и форсайт-сессии. А вот скажите, главный ориентир в таком вопросе, как выбор будущей профессии, сегодня это что? Вот есть мнение и в стране, и в округе, что востребованные сегодня профессии, это как раз-таки рабочие специальности. Так ли это? И что все-таки главный ориентир для подростков? Ну, я думаю, что главный ориентир для подростков, это, конечно же, их желание, их видение своего будущего, в качестве кого они хотят дальше работать, уже получив образование. Ну, это индивидуально. Ну, и, конечно же, на нашем Ямале акцент делается на рабочие специальности, на рабочие профессии. Лиза, а вот ты сегодня выпускница, и сделала ли ты уже выбор будущей профессии? Ну, я примерно выбор своей профессии, конечно же, сделала, но, наверное, точно уже я буду знать, когда буду знать результаты своих экзаменов, тогда уже, наверное, выбор, может быть, сузится, а может, наоборот, расширится по результатам баллов различных предметов, которые я буду задавать. Но моя профессия мне хотела, чтобы была связана с обществом, с общением, с различными коммуникациями, чтобы не сидеть на месте, все время общаться, возможно, даже путешествовать. Хочется общаться с людьми, работать в таких организациях, которые будут, ну, наверное, на развитие каких-то персональных данных, персональных личностных данных, вот, рабочих, или же по устраиванию крупномасштабных мероприятий. То есть все время хочется быть в обществе, не сидеть, допустим, в каком-то офисе, кабинете, заниматься однотонной работой. Вот, мне кажется, ну, это моя профессия. Ну, уже какая-то позиция есть в планах и перспективах. Лариса Валерьевна, скажите, пожалуйста, вот школа — это важная ступень на пути к выбору профессии, и вот сегодня вопрос интерактивного голосования о среднем образовании. Ваше мнение, что нужно в первую очередь учитывать, если школьники хотят выбрать дальнейший путь, вот, допустим, после девятого класса? Оставаться в общеобразовательном классе, переходить в профильное обучение или уходить в лицей, колледж? Я думаю, что нужно, конечно же, все это индивидуально решать. Для кого-то, безусловно, профильное обучение в школе, кому-то необходимо идти и обучаться, приобретать профессию в колледже. Поэтому мой ответ будет вот именно таким. Лиза, скажи, пожалуйста, вот ты проучилась все 11 лет в школе, а вот в девятом классе твои сверстники были, много ли было тех, кто выбирал другое образование, допустим, лицей, колледж или профили? Ну, вот в параллеле девятых классов, когда я обучалась, у нас было целых пять классов, поэтому была очень высока вероятность, что многие ученики идут после девятого класса. И потом в итоге, когда у нас уже сформировались десятые классы, из пяти осталось всего три, поэтому где-то больше 30 человек, наверное, даже больше 40 ушло уже учиться в колледже или в училище. Лариса Валерьевна, вот по вашему опыту, часто ли школьники выбирают, вот допустим, после девятого класса уже имеют определенный осознанный выбор? Многие ли имеют осознанный выбор? Да. Делают осознанный выбор. То есть уже делают какие-то шаги к своей будущей специальности? Наверное, немногие. Потому что сложно сделать этот осознанный выбор. Бывает так, что делаешь его уже, будучи студентом какого-то вуза, а бывает, делаешь уже этот осознанный выбор после того, как получил диплом об образовании, вузовский диплом. Сложно, безусловно, детям после девятого класса делать этот выбор. Поэтому и школьные службы направлены на то, чтобы помочь им это сделать. И работа с родителями. И внутри семья, в семь в семьях ведется такая же работа для того, чтобы детям было легче это выбрать. Но проблемы, конечно, существуют. Ну, я напоминаю, что сегодня 25 мая, та самая горячая пора подготовки к экзаменам. Первый экзамен будет 29 мая. Наша съемочная группа проводила опрос среди выпускников на базовые знания, дабы проверить, насколько готовы школьники к экзаменам. Давайте посмотрим и послушаем ответы ребят. Евгений Онегин, кто это? Это герой из произведения Пушкина. Это герой романа Александра Сергеевича Пушкина, Евгений Онегин. Это поэт, писатель. Евгений Онегин, это главный герой романа в стихах Пушкина, Евгений Онегин. Когда отменили крепостное право в России? В 1961 году. В 1762 год. В 1861 году. В 1861. В 1861 году. Самый легкий газ это? Водород. Водород. Отноатомный. Водород. Это гелевый. Это водород. Как правильно, баловать или баловать? Баловать. Торты или торты? Торты. Шарфы или шарфы? Шарфы. Баловать. 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 Баловать вроде. Торты или торты? Торты. 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 Шарфы или шарфы? Шарфы. Какой язык вразилии является государственным? Португальский. Португальский? Португальский. Испанский? Бразильский. Португальский. Босфор это? Это пролив, который отделяет Европу от Малой Азии. Это пролив в Турции. Не знаю, что такое Басфорд. Пролив. Пролив. Жидкость металлокристаллического состава. Пролив такой есть. Какой металл обозначается словом аргентум? Серебро. Феорум. Серебро. Вроде серебро. Серебро? Серебро. Я не знаю. Вернее, может, и знаю, но я забыл. Кто написал повесть Ася? Ася Тургенев. Крючков Владимир Иванович. Тургенев. Иван Тургенев. Не знаю. Ответы наших выпускников, Лиза. Вот последний вопрос. Кто написал повесть Ася? Знаешь ли ты правильный ответ? Тургенев. Спасибо. Я напоминаю, что это были случайные школьники, не подготовленные, не знали, о чем их будут спрашивать. Поэтому вот в такой стрессовой ситуации могут быть такие ответы. Лариса Валерьевна, скажите, на ваш взгляд, насколько хорошо или плохо ответили выпускники, насколько они готовы к экзаменам? Ну, это же вопросы не касались проверки именно подготовки человека к экзаменам. Я послушала с большим удовольствием. Ну, и что хотела бы сказать, что как вот они себя чувствовали, так вот они и ответили. Кто чувствовал, что это такой поэт или художник, или писатель, ну, значит, так-то оно и есть. Вопросы были неожиданными, поэтому и ответы могли быть тоже неожиданными. Лиза, скажи, пожалуйста, ты уже, вернее, какой экзамен ты будешь сдавать, который идет по выбору? Математика профильная и общество знаний. А насколько ты хорошо уже готова к экзаменам? Ну, я думаю, что достаточно хорошо я готова по обществу знаний, по русскому языку, по математике базе. Но по математике профилю, то я чувствую, что мне еще нужна подготовка усердная, усиленная. Ну, и в любом предмете, конечно же, есть еще какие-то небольшие промежутки, которые хотелось бы заполнить знаниями. Вот, потому что ЕГЭ — это, ну, такой вот сложный этап. Даже кажется, что ты все изучил, но попадаются такие вопросы, которые иногда встречаются затруднения в них. Поэтому сейчас идет очень усердная лично у меня подготовка к экзаменам, и хочется написать их на максимальные баллы. Ну, мы надеемся, что ты наберешь эти максимальные баллы. А у нас поступил звонок в студию. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Хотела бы поздравить в первую очередь всех выпускников и учителей. с окончания учебного года. Но также у меня есть вопрос. Моя дочь учится в начальной школе. Ну, вот в старших классах, я знаю, будут различные олимпиады. С какого класса они начинаются? Насколько важно участвовать в этих олимпиадах? И где полученные баллы еще могут пригодиться? Спасибо. Спасибо вам за вопрос, Гульчина Шавкатовна. Участие в олимпиадах. Насколько это важно для школьников? И вот с какого класса начинается? Школьники города могут принимать участие по рекомендации учителей в олимпиадах различного уровня. Есть олимпиады всероссийского уровня, есть какие-то тоже мероприятия международного уровня. Но для нас важным и главным является Всероссийская олимпиада школьников. И данная олимпиада состоит из нескольких этапов. Это школьный этап, муниципальный этап, ну и, соответственно, Всероссийский этап олимпиады школьников. Поэтому есть олимпиады в начальной школе, то родители и дети могут принимать участие вместе с детьми, понятно. Но при этом будет собираться портфолио ребенка. Ребенка это интересно для всестороннего развития. Но в олимпиадах всероссийского этапа школьников дети могут принимать участие по мере готовности, начиная с пятого класса. По итогам Всероссийской олимпиады школьников, если дети пройдут через все этапы, школьные, муниципальные, всероссийский этап, то по результатам победители Всероссийского этапа Олимпиады школьников могут поступить в вузы по профильному предмету, так скажем, без экзаменов. Поэтому это очень важно. И для нас значимым является Всероссийская олимпиада школьников. Так, в принципе, можно принимать участие на различных олимпиадах, которые проводятся в нашей стране, еще раз повторюсь, для всестороннего развития. То есть при поступлении в вуз это сказывается в том случае, если пройдены все этапы и завоеван какое-то место, вернее, высокий балл на всероссийском уровне. Да, у нас массово принимают участие дети на школьном этапе. Победители проходят по определенному количеству баллов на региональный этап. Но это очень сложно, потому что результаты влияют на поступление в вуз. Ну вот в этом году у нас есть и победители-призеры. Но, к сожалению, на всероссийском этапе Олимпиады выпускники, не выпускники, а учащиеся нашего города не приняли. Но мы надеемся, в следующие годы они тоже примут участие. Лариса Валерьевна, а вот ваш предмет химия. Как часто, как много детей, которые способны участвовать в Олимпиадах, например? Которые способны участвовать? Да, которые, может быть, сами проявляют желание. Или вот если рекомендуют учителя, много ли таких учащихся? Ну, что касается Олимпиады, как правило, те, у кого есть математические способности, они, как правило, очень хорошо понимают физику и химию. И, естественно, с большим удовольствием принимают участие и в Олимпиадах химических. А вот химию, как предмет для сдачи единого государственного экзамена, как часто выбирают? Как правило, этот выбор делается осознанно, когда человек принимает решение идти в соответствующий профиль. Потому что химию сдают для поступления только лишь в вузы медицинские, или это, может быть, специальности, связанные с фармацевтикой, с биоинженерией. Это может быть химическая технология, то есть узконаправленная. Поэтому уже после девятого класса, если человек принимает решение идти именно в такой профиль, в данном случае у нас представлен именно химико-биологический, как правило, детей готовят к тому, чтобы они поступали в медицинский вуз. Но в нашей практике, в практике нашей школы, есть выпускники, которые продолжают свое обучение именно в химико-технологических вузах, которые уже получили такие специальности и работают по этим специальностям. Спасибо за ответ. Гульсина Шавкатовна, а вот именно при издаче единых государственных экзаменов какой предмет лидирует или какие популярны среди губкинцев? У нас, как обычно, на протяжении нескольких лет, не только в нашем городе и в округе, самым популярным предметом является общество знания. В этом году выбрали данный предмет порядка 67% детей. Далее у нас выбирают предмет физику, потому что у нас есть Сибур-классы, Газпром, Роснефть-классы, где профильным предметом является как математика, так и физика. Физику выбрали чуть больше 30%, порядка 35% выпускников. То есть вот они у нас такие самые популярные предметы. Ну и, конечно же, когда встал перед нашими выпускниками выбор сдачи математики в двух формах, то есть базовой только для того, чтобы получить аттестат, эти дети в основном выбирают гуманитарные вузы. И есть профильный предмет математика, где нужны результаты ЕГЭ и результаты, нужные для поступления в высшее учебное заведение, то в этом году у нас где-то тоже порядка 65% выпускников выбрали профильный предмет математику. А вот скажите, до начала итоговой аттестации, конечно, осталось мало времени, но все-таки есть возможность как-то психологически подготовиться. Что вы посоветуете? Есть ли какие-то рекомендации ребятам и учителям, которым предстоит сдавать единые государственные экзамены? Ну, конечно, очень мало осталось времени. И, в принципе, все знания, я думаю, что в голове у наших выпускников сейчас нужно все систематизировать, все разложить по полочкам, чтобы было понимание, где что взять из памяти и использовать. То есть сейчас нужно направить, конечно же, все свои силы для того, чтобы сосредоточиться на экзамене, это во-первых. Во-вторых, нужно поверить только в себя, потому что выпускники 11 классов учились 11 лет в школе. Ну, конечно же, у них есть знания, поэтому надо быть уверенным в себе. Задания не какие-то новые, то есть все задания подобные в школах прорешали. Поэтому надо верить в себя, сосредоточиться, ну и, конечно же, чтобы был психологический, так скажем, покой, а для этого очень важен, на мой взгляд, подход родителей. Вот хотелось бы обратиться тоже к родителям, чтобы родители поддерживали своих детей, в первую очередь принимали их такими, какие они есть, и не ставили им, детям своим, завышенные какие-то цели. Да, у нас не будет 100 бальников много, да, у нас, может быть, все дети не будут с высокими результатами, но ведь главное, чтобы человек вырос и остался просто достойным человеком, хорошим человеком, и поэтому родители знают, какие это дети, и пусть они принимают такие, какие есть, и несмотря какой бы ни был результат, а это определенный стресс, и результаты могут быть непредсказуемы, поэтому пусть они принимают детей такими, какие они есть, и пусть всегда поддерживают. Спасибо. А вот кроме психологической поддержки, у вас, Лариса Валерьевна, точная наука, есть какие-то советы и рекомендации, как подготовиться к экзаменам за экзаменом? Знаете, я бы сказала следующее. Вот как, например, тренер готовит своих спортсменов к выступлению, и осталось уже совсем мало времени, у них есть определенный режим для того, чтобы весь свой ресурс направить в нужное русло. Поэтому вот сейчас необходимо, конечно же, заняться четким, правильным планированием для того, чтобы силы свои распределить, чтобы их хватило для сдачи именно всех выбранных экзаменов. Вот расписание такое, что иногда бывает там до подготовки, от сдачи одного экзамена к другому всего два дня проходит, поэтому четкое планирование и режим дня должен соблюдаться неукоснительно. Здесь нужно, понимаете, как в меру и самой подготовки, и должен быть отдых обязательно. Спасибо. Я думаю, это ценные советы и рекомендации, которым прислушаются все наши выпускники. Ну и одно из самых главных событий, волнительных, последний школьный звонок прошел уже в губкинских образовательных учреждениях, школах. Давайте посмотрим, как это было. Мы подготовили небольшой видеоматериал. Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею. Сегодня перед вами открываются двери в совершенно новую самостоятельную жизнь, в которой вы будете сами принимать решения. Я хочу, чтобы вы помнили о том, что те поступки, которые будут совершать их, по ним будут оценивать не только вас самих, но и ваших родителей, учителей. Любите искренне, дружите честно, мыслите свободно, живите душой, мечтайте сердцем. И тогда у вас в жизни все обязательно сложится. Много воспоминаний, и вот очень не хочется заканчивать школу. Удачи нам! Хочется сказать всем учителям огромное спасибо. За ваш труд, за ваше терпение. Спасибо! Очень трогательно и выступление учителей, и наших детей, которыми мы очень гордимся, и от всей души желаем им счастья во взрослой жизни. Мы сделали все, чтобы подготовить детей к самостоятельной и взрослой жизни. Теперь им самим предстоит решать задачи, выбирать свой жизненный путь. Действительно, видим, что это волнительное событие. Как поется в песне, шоу должно продолжаться, но для выпускников школьные годы, школьный этап остается позади. Лиза, тебе верится? Мне, ну, наверное, до конца еще нет, потому что, ну, не успела осознать, что на протяжении вот 11 лет ты все время ходишь в школу, стоешь по утрам, видишь учителей, одноклассников, и не верится, что скоро такого не будет. И также есть какое-то привкушение, ожидание чего-то нового, какой-то ступени в своей жизни. Это очень волнительно, и пока, ну, не сознаешь до конца. Лариса Валерьевна, скажите, вот какие чувства у учителей во время последнего звонка прощания с выпускниками? Ну, первое, это подведение итогов. Ну и, конечно, знаете, последний звонок — это всегда мероприятие очень эмоциональное. Вот, поэтому, конечно, об итогах работы не думаешь однозначно, а переживаешь сердцем. Вот и все. Поэтому, конечно, это, с одной стороны, безусловно, такой грустный праздник больше, но все-таки это праздник. Гультина Шавкатовна, напутственные слова выпускникам или что хотелось бы сказать о последнем звонке? Конечно, у нас уже завтра начинается очень серьезная, очень ответственная пора. Начало государственной итоговой аттестации, завтра у нас девятиклассники начинают сдавать экзамены. Хочу сказать, что системой образования в целом, как управлением образованием, образовательными организациями, проведена колоссальная работа, и на сегодняшний день у нас стопроцентная готовность к приему экзаменов. Главное, чтобы, конечно, наши дети сдали экзамены и получили документы как об основном общем образовании и среднем общем образовании. Для этого, еще раз говорю, сделано все. Теперь только дело в самих выпускниках, чтобы они сосредоточились, пришли, сдали экзамены и, забрав документы, поступили в те вузы, куда они планировали поступить. Конечно, хочется пожелать всем удачи, успехов, ну и, конечно же, везения, чтобы достались все легкие билеты, и как и на протяжении предыдущих лет, чтобы все наши выпускники, как и девятые, как и одиннадцатые, получили аттестаты по итогам государственной итоговой аттестации. Спасибо за пожелание. Я напоминаю, что у нас наш эфир подходит к своему завершению, и это значит, что время подводить итоги интерактивного голосования. И так, по мнению губкинцев, наибольший процент набрал ответ колледж-лицей. То есть это предпочтительное среднее образование для наших горожан. Базовый класс 16%, профильный класс 25%. Что, дорогие друзья, желаю всем везения и удачной, успешной сдачи итоговых государственных экзаменов. Вам, дорогие гости, спасибо, что ответили на все наши вопросы. Вам, телезрители, спасибо за участие. Это был прямой эфир на телеканале «Вектор». До свидания.